Привет дорогие друзья, с вами Коно Ден и пришло время поговорить о показателе удержания аудитории на вашем канале. Возможно это вызовет у вас удивление, но на самом деле есть целых три показателя удержания аудитории. И они по-разному влияют на ранжирование видеороликов и на контент-стратегию, которая может быть эффективна в вашем случае и на вашем канале. Какие же эти три показателя? Показатель номер один это удержание аудитории в процентах, то есть какую долю видеоролика в среднем просматривает зритель на вашем канале. Естественно этот показатель можно посмотреть и для всего канала целиком и можно посмотреть его отдельно для видеороликов. Причем примечательно то, что отдельно для видеороликов и это уже как бы вторая характеристика, второй показатель удержания аудитории, мы видим динамику падения доли аудитории, которая досматривает ролик до определенного момента во времени этого видео, то есть по таймлайну. То есть грубо говоря, ролик продолжительностью 10 минут. Если в первые 30 секунд, например, удержание составляет 90, 80, 70 процентов, а затем оно резко падает до 50, до 40, 30 процентов, значит многие зрители ушли и они уже не досматривают ваш видеоролик. Мы можем делать выводы о том, как правильно выстраивать сценарий видеоролика, где затянуто, где не затянуто, где у зрителей быстро пропадает интерес, где у зрителей не было оправдано ожидание, где наоборот их ожидания оправдались. И естественно, есть очень полезный лайфхак. Мы можем смотреть отдельно показатель удержания в процессе просмотра видеоролика для подписчиков и для неподписчиков. И мы можем сравнить эти два показателя и понять, по какой причине в том или ином случае у нас происходит выраженное падение удержания аудитории на определенном таймкоде, например, да, то есть в определенный промежуток времени. И третий показатель удержания аудитории – это относительное удержание аудитории, который тоже важен и который сигнализирует нам о том, что в каких-то моментах зрители могут с большим интересом смотреть видео, может быть пересматривать какой-то интересный фрагментик. Часто бывают, встраивают специально какие-то оговорки, ошибки, интересные какие-то ситуации. Зрители могут делиться с этого момента видеороликом. Они могут прокручивать его повторно именно в этот самый момент, чтобы там посмеяться или, не знаю, показать друзьям. В целом может меняться вовлечение. Например, зритель смотрит какой-то сюжет, вы там рассказываете про какую-то самоделку и затянули слишком часть, где вы проводите какую-то механическую работу. Зритель может просто пролистать это и дальше смотреть уже на финальный результат. Если вы в дальнейшем анализируете показатель удержания аудитории на таком ролике, вы можете заметить, что вот посередине у нас ниже среднего удержания, дальше опять высокое, например, становится. Значит, в контент-стратегии, в сценарном решении нужно сократить ту часть, которая показывает изготовление самоделок, сделать ее более клиповой, коротенькой, секунд на 30. И это будет меньше сбивать удержание аудитории на данном видеоролике. Это то, что касается доли просмотра видео, падения доли зрителей, которые досматривают ролик до конца. Но есть и принципиально иной показатель, который называется суммарное время просмотра вашего видео в минутах. И он тоже очень важен. То есть первый показатель, то, что связано с процентами, доля просмотра видео, а второй показатель со временем, суммарное время просмотра видеоролика в минутах. Почему я делаю акцент именно на эти два основных различающихся показателя? Потому что они подходят для разной контент-стратегии. В первом случае, когда мы говорим о проценте просмотра, такие ролики наиболее эффективно продвигать, если у них высокий процент удержания аудитории, через главную страницу, и они получают хороший отклик обычно от подписчиков канала. Это первая контент-стратегия. Обычно это короткие ролики до пяти минут, скажем, динамичные, интересные, яркие, с хорошим монтажом, с интересными сценарными решениями, которые позволяют зрителям просматривать значительную долю данного ролика. А вторая стратегия связана с продвижением через похожее видео. И там ключевой решающий момент – это суммарное время просмотра в минутах. Почему вы думаете, есть каналы, которые, например, делают компиляции своего контента, продолжительностью 30 минут, час, полтора, три часа и так далее? Потому что таким способом они могут продвигать свои видео через похожее с большей эффективностью. Как это работает? В похожих видео не столь принципиально удержание аудитории в процентах. Как бы парадоксально это не звучало. Но важно удержание аудитории в минутах. В настоящий момент алгоритмы работают так. Естественно, они могут измениться, это может стать неактуальным, но пока это работает, и работает это уже многие годы. Так вот, если, к примеру, у вас есть детский канал, на котором вы создаете короткие пятиминутные ролики, то они в основном продвигаются, ну там похожие, например, процентов 30-40 составляют, главная страница процентов 15, активность подписчиков там еще какую-то долю. Вы можете постараться улучшить трафик и показатели продвижения через похожее видео, если вы будете делать компиляции вашего контента, к примеру, по 30-40 минут, по часу, и выпускать их два раза в месяц. Ну, хотя бы два раза в месяц тематические подборки. Можно на начало делать каким-то уникальным, чтобы подписчики тоже просматривали с интересом, а дальше уже делать компиляционную подборку. Здесь также важно отметить, что на нулевых каналах это особо не повлияет. Такая стратегия будет хороша для тех каналов, на которых уже есть подписчики, на которых уже есть трафик, и которые могут обеспечить стартовую динамику трафика для этих видеороликов. Как вы понимаете, для хорошего ранжирования, для того, чтобы алгоритмы YouTube замечали видео, важна стартовая динамика трафика. И чем лучше, чем выше старт ролика, чем лучше старт в первые 2 часа, в первые 24 часа, тем потенциально лучше будет ранжироваться ваш видеоролик, тем больше вероятность попадания в похожее, к более перспективным роликам, тем выше вероятность интенсивного и экстенсивного ранжирования в похожих. Надеюсь, вы понимаете, да, что это такое. Интенсивное ранжирование – это попадание в похожее к более популярным роликам, как бы по лестнице ролик может двигаться. Экстенсивное ранжирование – это перемещение вертикально в рамках похожих у одного и того же ролика, но ведь он может находиться в верхней позиции похожих, а может находиться в нижней. Если растет динамика трафика, если растет поведенческий фактор взаимодействия зрителей с роликом, если растет удержание, он может продвигаться вверх. И потом, если показатели выходят на принципиально более высокий уровень, то происходит интенсивное ранжирование, попадание в похожие к другому ролику, к другому каналу, к нескольким каналам и так далее. Это достаточно понятная механика, достаточно понятная стратегия, которая будет реализоваться только при условии, что у вас на канале реально есть хотя бы какой-то трафик. Если на канале полтора активных подписчика, естественно, это не даст вам результата и вам нужно нарабатывать базу подписчиков, работать активно, проводить рекламные кампании и так далее. Но если канал уже имеет какие-то показатели, то корректировка контент-стратегии с учетом продвижения через похожие видео, с учетом разницы в показателях удержания аудитории, поможет вам выйти на более высокий уровень. И мы проводили мастер-группу, один из наших партнеров в точности реализовал ту контент-стратегию, которую мы ему предложили с более длинными роликами и результат не заставил себя долго ждать. Он получил прекрасные результаты по улучшению трафика на канале. После того, как 18 числа я применил знания, полученные в данной мастер-группе по оптимизации канала, смотрим, на второй день пришли уже первые результаты. Смотрим 73 тысячи, почти 74 тысячи просмотров. И дальше просмотры начинают расти, достигая пик в почти 400 тысяч просмотров в день. И дальше видим небольшой спад и опять просмотры идут вверх. Что касается подписчиков, за две недели я получил на канале 5000 новых подписчиков. Также хочу обратить внимание, что любые действия, которые вы предпримите по изменению контент-стратегии, по улучшению ранжирования видео, не принесут вам особого результата, скорее всего, если вы не поработаете над фактором обнаружения ваших видео. То есть помните, что помимо тех моментов, о которых мы уже поговорили, необходимо делать хорошие, качественные значки видео, интересные, привлекательные названия и помнить об оптимизации метаданных. То есть в целом название, описание теги, чтобы все было составлено корректно и с учетом тех рекомендаций, которые дает YouTube по правилам составления оптимизации всей этой текстовой и графической информации. Хорошие значки – это у каждого свое представление, свое понятие о том, что такое хорошие значки. Я не устаю повторять простую фразу, которая характеризует хорошие значки, но сделаю это еще раз, чтобы закрепилось уже у всех. Хороший значок – это тот значок, на котором яркие, крупные, хорошо различимые в миниатюрах детали, которые отражают сюжет вашего видео, которые привлекают внимание. Желательно, чтобы они содержали эмоции, чтобы они содержали персонажа, который есть в кадре, чтобы он отражал эти самые эмоции. И это те значки, на которых хорошо отделен передний план от заднего, не пересекается, не смешивается с фоном, где нет слишком большой пестроты цветов, где нет мелких непонятных элементов, которые рассеивают внимание. Хороший значок можно выхватить взглядом из череды других значков видео. Он отличается на фоне конкурентов, и поэтому он будет хорошо заметен и в похожих видео, и на главной странице, то есть в самых важных источниках трафика для вашего видео. Хороший значок повышает фактор обнаружения видео. Также и хорошее название. Это не просто набор каких-то ключевиков, это не просто стандартная фраза, которая отражает суть вашего видео. Это то, что находится в резонансе с вашей целевой аудиторией, что цепляет ваших зрителей, что заставляет их заинтересоваться этим роликом и повышает вероятность того, что ваши зрители откроют и посмотрят такой ролик, потому что им просто будет интересно узнать, а что же там. И вот это сочетание значка и названия видео существенно поможет повысить вам фактор обнаружения. Используйте показатели удержания аудитории для того, чтобы скорректировать сценарные решения по вашему каналу, для того, чтобы избавиться от тех компонентов видео, которые рубят вам удержание, приводят к снижению этого удержания аудитории. Смотрите удержания на отдельных видеороликах, чтобы делать правильные выводы. И используйте суммарное время просмотра видеороликов, если это допустимо в вашей контент-стратегии, для того, чтобы привлекать больше трафика через похожие видео. Если вам есть чем поделиться в комментариях о своем опыте экспериментов с удержанием аудитории, пишите об этом, пожалуйста. Жду ваших комментариев. Если есть вопросы, также можете их задавать. Спасибо за внимание, дорогие друзья. С вами был Коноден. Подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Всем пока.